Порядок начисления минимального размера оплаты труда, выплата северных надбавок и нарушения прав сотрудников на официальное трудоустройство стали темами заседания профильного комитета в областной думе. Депутаты подготовили обращение в правительство страны о внесении в Трудовой кодекс Российской Федерации соответствующих правовых норм. По словам некоторых депутатов областной думы, показатель минимального размера оплаты труда в ряде случаев фиктивный и благодаря лазейкам в трудовом законодательстве работодатели начисляют северные надбавки и прочие положенные жителям Заполярье льготы на фактически взятые с потолка оклады. Не смогло изменить удобную для предприятия организацию формулу расчетов и решение Конституционного суда, а ведь служители Фемиды четко определили, все районные коэффициенты не могут быть частью мрот. За что, в общем-то, мы и получаем на севере эти надбавки северные за компенсацию, которую эти климатические условия причиняют вред нашему здоровью. И вот здесь четкий был вывод Конституционного суда, что эти северные надбавки начисляются только сверх мрот. Но, как всегда, у нас бывает. Значит, Конституционный суд эту проблему тоже рассматривал частично, но выводов по ней не делал, потому что соответствующих обращений не было в Конституционный суд. А за пределы предмета обращений граждан суд выходить право не имеет. Депутаты регионального ЗАГС Собрания подготовили обращение к федеральному правительству. Инициативу народных избранников поддержали на разных уровнях, в том числе в парламентской ассоциации Северо-Запада. Коллеги, а это настоящие мастодонты, депутаты и заместители председателей законодательных собраний, председатели профильных комитетов, признали абсолютную актуальность данного вопроса и единогласно поддержали решение, которым рекомендуется парламентская ассоциация Северо-Запада, постучаться и к председателю правительства, приняв соответствующее обращение, и к председателям палат нашего федерального собрания. Намерены депутаты бороться с недобросовестными работодателями, которые грубо нарушают трудовой кодекс, чем лишают сотрудников права на получение пенсий. Проблема, по словам Александра Макаревича, стоит остро по всей России. Из 83 миллионов человек трудоспособного населения только 43 миллиона работают официально.